Мои хорошие, сегодня с вами говорим про зависимость, 30+, любовную зависимость. И мне пишут мои подписчики снять вот такое видео, потому что, ну, потому что просят, я снимаю. Читаю ваши письма параллельно и буду записывать эфир. Напоминаю, что влюбленность, читаю, влюбленность разрушила мою жизнь. Мне 42 года, не девочка. Вырастили с мужем детей, поняли, что нет общих целей, развелись. Встретила мужчину для души и тела, жизнь заиграла новыми красками, но не хватило на полгода. Не знаю, какой бес ему попал в ребро, вроде все хорошо, но мы были одним целым, но потом что-то произошло, я уже не чувствовала всего прошлого. Я так радовалась, что после 40 возможны новые чувства, новые отношения. После развода и этого расставания у меня ни на что нет сил. Реву, скучаю по нему, пишу ему сообщения, он не отвечает. Хочу бы дружить с ним, хоть раз в год кофе в кафешке попить. Как все вернуть? Алена, знакома ли вам? Такая любовная ломка характерна не только для женщин, но и для мужчин с уязвимыми личными психологическими границами. И тут мы видим и симбиотическую привязанность, и здесь нездоровая форма близости, в которой любимый человек обычно становится наркодилером, потому что вместе с ним как бы в эйфорию, а потом снова откат и возникает ломка. Вот 10 признаков, по которым вы можете определить склонность к эмоциональной зависимости. Я вот прямо сейчас вам дам их, и если вы нашли себя, подписывайтесь, потому что вот эта история, любовная зависимость, она характерна многим. Я чувствую внутри себя огромную пустоту, когда рядом нет близких, и часто бываю опустошенным и одиноким. Я испытываю трудности в позитивных раздумьях о будущем. Мне кажется, что все лучшее уже позади, а возраст, препятствие для нового счастья, и я склонен сомневаться в мотивах других. Мне часто кажется, что люди несчастные, пользуются мной, у многих корыстные цели, и они постоянно меня обманывают. Я почти не чувствую любви со стороны других. Всегда люблю больше, чем любят меня. Я стараюсь избегать людей, которые могут причинить мне неприятности, но жизнь все равно с ними сталкивает. Я могу испытывать полную близость в отношениях, стараюсь не отказываться и не доверять, чтобы не наступать на старые грабли. Я часто испытываю разочарование в себе, и меня это больно ранит. Иногда я слишком бурно реагирую на людей, которые меня раздражают. Если я конфликтую, то часто остаюсь побежденным. Вот это одни из базовых принципов вашей зависимости. Иногда я не могу испытывать действительно полный комфорт наедине с собой. И тут можно очень-очень много еще привести, еще несколько десятков признаков созависимости. Вы можете найти в книге «Бери, бери, бери, бери», я в общем не помню, «Освобождение из ловушки созависимости». Вот в этой книге четко это все прописано. Если вас беспокоят перечисленные признаки, если они мешают вашему эмоциональному комфорту и созданию гармоничных отношений с любимыми, вообще с близкими, лучше обратиться к психологу с этим вопросом. Почему? Потому что когда у нас возникает вот эта история с любовной зависимостью, мы и так тут, простите, со многим справляемся. Если еще погрязать в какой-то зависимости, то вообще недалеко от какой-то депрессивной истории быть. Поэтому в современном мире, я считаю, это абсолютно невыгодно быть в каком-то некомфортном для себя состоянии. И да, это тоже одна из форм психологической защиты. Именно поэтому постарайтесь действительно справляться со многими моментиками. Пишите вопросы. И, ребята, я читаю ваши письма, я их все вижу. Вот сейчас я открываю почту, открываю соцсети. Просьбы я все вижу. Надеюсь, отвечу вам достаточно быстро.